Всем привет! Спасибо большое, что зашли на мой канал. Сегодня я хочу с вами поговорить о такой очень важной теме, как уход за кожей, акне. Как-то в одном из комментариев где-то я обронила свои слова или видео, что раньше была у меня проблемная кожа, с которой я успешно справилась. И вы спрашивали меня, было несколько вопросов рассказать, как я справилась со своим акне, в общем, как я поборола проблемную кожу. Поэтому сегодня будет такая история. Плюс я покажу какие-то средства, которые я использую сегодня для того, чтобы поддерживать свою кожу в чистом состоянии. На ютюбе на самом деле очень много видео, где вы можете посмотреть, что рекомендуют прямо врачи-дерматологи, если у вас есть такая проблема. Я не профессиональный дерматолог или косметолог, у меня нет специального образования в этой области, поэтому мое видео это личный опыт. Это то, что мне помогло, то, что я считаю, может помочь человеку, у которого проблема с кожей. Но опять же, если у вас серьезные проблемы очень давно, то, конечно же, я вам рекомендую обратиться к дерматологу, который вам посоветует правильное лечение. Возможно, вам поможет сдача анализов на гормоны и так далее. В общем, это такой, знаете, комплексный уход. То есть просто какая-то мазилка, такой дисклеймер, не поможет. Наверное, для начала я хочу описать ситуацию, которая меня даже в какой-то степени сподвигла на это видео, потому что я помню четко момент. Это было примерно лет 8 назад, когда у меня была очень проблемная кожа. И я помню, когда я умывалась, я прикасалась к своей коже, и у меня было очень много окна здесь, на подбородке, везде-везде-везде. Окна, может быть, не было только на моих глазах, но в любом случае я помню это ощущение, знаете, какого-то бессилия. Потому что я тогда перепробовала, мне казалось, я тогда перепробовала столько всего, что уже казалось, что, ну, наверное, мне нужно смириться и жить с окна. Ну, это, конечно, глупости. Но на тот момент мне правда так казалось, потому что я долгое время пробовала одну мазилку, вторую мазилку, ходила к косметологу, чистилась, все, снова возвращалась на круги своя. Ну, в общем, у меня был такой момент, я прямо вот чувствовала, что вот если когда-нибудь я вообще смогу прикоснуться к своей коже, которая будет ровная, на которой не будет прыщей, вот я даже вот думала, а такой момент вообще когда-нибудь будет. Ну и, конечно же, когда ты такой молодой, тебе не хочется выглядеть как-то неприятно, да, для других людей. Да вообще, наверное, в любом возрасте это так. Поэтому, конечно же, это еще не добавляло, да, уверенности в себе. И, конечно же, я спасалась таким прям плотным тональным средством, чтобы оно, знаете, перекрыло всю красноту, по крайней мере. Рельеф, там уже другая история, там, конечно, рельеф был такой шероховатый. Я очень мало делала фотографий на тот момент, потому что мне, конечно же, не нравилась моя кожа. И я думаю, что у меня даже нет фотографий, если честно, вот так вот прямо открыто. Я старалась, если фотографироваться, то только в макияже, чтобы вот все было перекрыто. Делала акцент на глаза, чтобы никто не смотрел на врачи. Ну, в общем, долгое предисловие, но, правда, хотелось поделиться именно вот этой эмоциональной частью, потому что почему я записываю это видео? Мне кажется, что если кто-то, у кого вот именно есть вот эта вот, знаете, мысль о том, что уже все перепробовано, поверьте, поверьте, есть, есть всегда варианты, есть всегда какие-то идеи, которые вам помогут. Просто вы еще их не пробовали. Так, я написала небольшой план, то есть сначала я хочу рассказать о своей коже. У меня кожа склонная к жирности. Сейчас зимой она у меня такая комбинированная, даже иногда сухая. На данный момент мне 32 года, и я заметила, что после 30 примерно, ну, прям не так, что, знаете, 30 и все, стукнуло, и все, поехало, все поменялось. Нет, конечно. Но я заметила то, что кожа стала более такая нормальная. То есть раньше, например, там, не знаю, 28-29, у меня прямо очень-очень жирное лицо было, особенно летом. То есть никакая матовая тональная основа особо не помогала. Когда сейчас все-таки немножечко как-то сбалансировалось. Но, конечно же, и за счет этого и появляются какие-то первые морщинки. У меня они, в частности, вот здесь вот. И ухаживать за своей кожей я начала довольно поздно, как мне кажется. То есть примерно годом 25. Потому что я просто, знаете, ну, не было у меня такой культуры. В общем, я не знала, что нужно обязательно увлажняющий крем днем. СПФ лучше, если есть в нем. Да, и вечером очистить кожу хотя бы каким-то очищающим средством, да, гелем. Ну, и, конечно же, снять макияж, если он там есть. То есть, конечно, если бы мне было 15 лет, то я бы себе посоветовала обзавестись уходом, да. И каким-то таким базовым, да, ну, в зависимости от типа кожи. То есть, если жирная, то какой-то легкий гель увлажняющий. Если сухая кожа, то что-то более такое плотненькое, но тоже комфортное, приятное. Очищающее средство. Крем боковый глаз. Ну, в общем, бальзам. Я думаю, что это просто поможет лучше понять свою кожу, чем раньше вы начнете ухаживать за ней. И, конечно же, обязательно, обязательно снимать макияж, если вы его носите. В моем арсенале появилась тональная основа примерно, когда мне было лет, наверное, 16-17. И это была тональная основа от Avon, потому что тогда я распространяла косметику Avon. И у меня сначала появилась пудра. Пудра такая, знаете, кроющая, с цветом. И я ее использовала только под глазами. Просто у меня рано появились круги под глазами. И я думала, что мне надо хотя бы под глазами выровнять цвет. В общем, у меня макияж состоял из трех частей. Я обычно, значит, припудривала себе под глазами, чтобы сравнять цвет. Затем у меня был черный карандашик, которым я себе выводила небольшую стрелочку, которая сразу же у меня просто отпечатывалась. И, ну, тушь. Все. Соответственно, я не очищала свою кожу специально как-то. То есть я умывалась какой-то умывалкой, например. Ходила там в баню, да, это тоже помогало как-то очистить поры. Но в баню не ходишь каждый день, поэтому у меня начали забиваться поры. И, конечно же, когда ты используешь просто пудру, то ничего особенного. Но когда начинаешь использовать тон, то это дает о себе знать. То есть если посмотреть на мои фотографии, когда мне было лет 20, то у меня такая кожа была, знаете, в веснушках. Ну, у меня есть веснушки, особенно здесь у меня много осталось. Вот. И у меня, соответственно, такая кожа сухая довольно. Потому что, хоть она у меня и жирная, но летом на фотографиях я помню, что у меня такая засушенная с какими-то такими бугорками, потому что не было увлажнения. Но все равно, мне кажется, самая такая драматическая часть, прямо когда было вообще все очень-очень плохо, это было где-то 24-25 лет. И, казалось бы, это не связано с подростковым возрастом, потому что я уже была тогда не подростком. Но я думаю, что это было связано еще и с гормонами, еще и с волнением, потому что на тот момент я вернулась из США по программе ОПР. У меня есть видео, о котором я рассказываю, как я ездила по ОПР. То есть, знаете, вот эта вот смена климата, смена. Много всего, в общем, поменялось. Я переехала в другой город, другая работа. Все равно это, вот знаете, это стресс в целом. Мне кажется, то, что, во-первых, стресс повлияло, во-вторых, неправильное питание повлияло, в-третьих, неправильный уход за кожей повлиял. Вот, возможно, гормоны сбились, что очень-очень-очень важно. И в итоге получилось то, что получилось. И теперь я хочу поделиться средствами, которыми я пользовалась, для того, чтобы как-то улучшить ситуацию, потому что я пробовала разные средства. В общем, ну, изначально я записалась в косметологу, и я попросила почистить мою кожу. Спросила, что мне делать. Мне сказали, ну, давай почистим твою кожу. В общем, мне сделали механическую чистку, потом мне сделали машинную чистку. Ну, то есть, я ходила на чистку примерно, может быть, каждые два месяца, ну, то есть, или даже каждый месяц, я точно уже не помню. И мне это помогало на первое время. Но потом, во-первых, все было красное. Все было очень-очень красное, потому что все было надавлено. Но после того, как все это заживало, примерно через недели-две, прочие эти все возвращались, извиняюсь за выражение. И, ну, в общем, ждала снова своего, в общем, сеанса на чистку. Конечно же, использовала салициловую кислоту во всевозможных сыворотках или тониках. Например, вот есть линия у Clinique, которая называется, по-моему, Solutions, как-то так. Вот, она такая, знаете, там такой тоник, прям такой ядреный, вы знаете, протираете, просто... Но это вообще не что по сравнению с гликолевой кислотой, которая может так выжить просто, если 30-процентная. Ну, то есть, все вот эти вот сыворотки. Недавно я, кстати, пробовала неоцинамид, но почему-то я не заметила такого. Ну, то есть, недавно, но у меня бывает парочка прыщиков выскочит здесь и там. И я пробовала на них использовать неоцинамидовую сыворотку от The Ordinary. Здесь 10% и написано еще, что здесь 1% цинка. Но, как-то не заметила, мне кажется, все-таки гликолевая сыворотка работает лучше всего, на мой взгляд. Но, конечно, там нужно потом лезть на стену от этого жжения. Затем я просто приходила в аптеку и просто говорила, дайте мне что-нибудь от прыщей, какую-нибудь, ну, какую-нибудь сыворотку, какое-нибудь средство. Вот. И помню, я даже, я не знаю, кто мне посоветовал. Это вообще была ужасная идея, мне даже стыдно об этом говорить. Но, в общем, кто-то мне посоветовал мазь от паразитов на кошках. То есть, в общем, такая мазь, которую мажут кошкам, если у них есть паразиты в коже. Типа вот, что она паразитов в коже убивает. Если она даже в кошках убивает, то она в людях тоже убьет. Ну, в общем, это было ужасно. Потому что, знаете, одно дело, например, с гликолевой кислотой, когда вы ее наносите, она жжет, вы ее снимаете, оно прекращается. С той мазью после снятия оно не прекращалось. Мне очень жалко кошек, если им это все мажут. Пробовала все, что в аптеке продается, в косметическом магазине от прыщей, но это не работало. И, наконец-то, наконец-то ко мне пришла идея, почему это все не работает. Ну, как я уже сказала, это, конечно же, комплексно. То есть, ну, питалась я не так, что, знаете, в Макдональдс. Позднее питание, много молочного шоколада. Лет 5 назад я могла плитку 100-граммового шоколада просто-запросто за раз съесть. Конечно же, влияет вода, которую мы пьем. Все начало, знаете, улучшаться в определенный момент. Я начала ухаживать за кожей, я начала снимать макияж. Такое видео просто откровений, но на самом деле я поняла довольно поздно, что просто пенки для снятия макияжа, то есть пенка для умывания, этого недостаточно. То есть я раньше думала, что, ну, как вы снимаете макияж? Просто умываетесь пенкой, затем тоник, затем там сыворотка-крем, там крем вокруг глаз и так далее. И, соответственно, я поняла, что мне нужно средство для снятия макияжа. И, значит, на данный момент я пользуюсь несколькими средствами в зависимости от моего настроения. Сейчас у меня кончилась мицеллярка от Гаранье. И я еще покупаю вот такие вот, знаете, гидрофильные масла. Вот, например, как вот это от Хеймеш, я вам уже показывала видео с iHerb. То есть это такая, знаете, такой как бы крем-масло, которое вы просто с сухими руками на сухой макияж наносите. Просто берете, ну, небольшое количество, просто наносите на все лицо массажными движениями. Все это масло, которое содержится в этом бальзаме, оно просто полностью растворяет весь макияж и затем вы умываетесь. Я знаю, что для кого-то это звучит абсолютно как какая-то, знаете, ну, это уже естественно. Но я очень надеюсь, что кто-то, кто смотрит это видео, кому-то это поможет. То есть мицеллярная вода, гидрофильное масло или иногда я пользуюсь вот такими вот салфетками для снятия макияжа. Но это когда мне лень, когда я очень-очень уставшая. Я беру просто салфетку и я полностью вытираю весь макияж. Значит, после того, как я умылась, ну, конечно, зависит от типа макияжа. То есть, например, сегодня для этого видео, конечно же, я нанесла очень много тональника и много вообще всех средств, которые у меня были. Особенно из Project Pen побольше. Вот. И, значит, конечно же, я, возможно, иногда омываюсь даже по два раза. То есть я нанесу, помассажирую, смою, немножечко просушу свое лицо моим полотенцем и нанесу еще раз, еще раз помассажирую. И когда на второй раз делаешь, то это уже больше такой, знаете, как массаж очень приятный. То есть уже как бы не очищаешь, а уже больше как бы массажируешь. Но в то же время снимаешь какие-то остатки, которые там, не знаю, на ресничной линии остались, например. Ну, я не знаю, где-то здесь, возле уха, в общем, далеко, где я как бы с первого раза не заметила. И после того, как я наконец-то, наконец-то закончила с очищением, с снятием макияжа, тогда только, тогда только я умываюсь. Недавно купила вот такую умывалку от Use to the People. Очень-очень мне нравится. Я изначально, изначально я пробовала ее в пробнике, поэтому я ее купила. Так бы я ни за что не потратила столько денег на умывалку. Просто я поняла, что мне она очень нравится, она не сушеную кожу. То есть я умываюсь, и потом, знаете, такое приятное ощущение. Конечно же, я сразу наношу крем увлажняющий, но вот в этом промежутке кожа очень комфортно себя чувствует. Вот, и затем я наношу зависимости от дня. Иногда я наношу сыворотку, иногда я наношу сразу крем. Недавно у меня появился вот этот корейский наборчик, который я использую в данный момент. Во влоге, когда я ходила в корейский магазин, я вам показывала, что мне дали вот такой наборчик. Здесь такой наборчик миниатюр. Здесь, значит, тоник, который я наношу вот после того, как я очистила свою кожу, после того, как я умылась с пенкой. И, знаете, я заметила этот тоник. Здесь он очень-очень плотный, то есть он просто так не выливается. Знаете, как обычно, тоники, это же очень такая какая-то тонкая субстанция, которая выливается, как водичка. В этом случае это что-то, что нужно, вот знаете, вот так вот вытаскивать. Ну, давай, выходи уже, тоник. Он такой, знаете, прямо вот не жале, но очень близко уже к этому. То есть он такой вот плотный прямо. Довольно сильно ароматизированный, кстати, средство. Ароматизатор, да, у них в составе на последнем месте находится, но он у них там есть. И, значит, в общем, протираю лицо ватным диском. Затем я наношу эссенцию, которая на самом деле, ну, как я понимаю, это сыворотка. То есть сыворотка с активными ингредиентами, чтобы хорошо увлажнять кожу. Вот. Затем я наношу, в зависимости от времени суток, если это, например, вечером, то я наношу вот этот крем, очень плотный ночной крем, поверх сыворотки, чтобы сыворотка не высохла и чтобы активные ингредиенты как можно лучше, в общем, поактивничали. Ну, и если это день, то я использую вот эту эмульсию. Называется эмульсия, на самом деле, как будто бы увлажняющий крем. Даже не слишком-то уж и тоненький, то есть это не гель. Его из этой баночки никак не достать, кроме коопатной палочкой. То есть я просто достаю, и достаточно того, что на палочке есть на один раз. Здесь есть крем для кожи вокруг глаз, который очень-очень питательный. И мне безумно нравятся питательные кремы для глаз. Если у вас есть какие-то любимчики, то обязательно-обязательно пишите. Будет полезно и мне, и тем, кто читает. Потому что, на самом деле, не так-то легко, на мой взгляд, найти хороший, хороший, прям по-настоящему питательный крем для кожи вокруг глаз. У меня еще есть вот такой, которым я сейчас пользуюсь. Оно у меня уже на исходе. Вот такой клиник. Называется Moisture Search Eye. 96 часов Hydro Relief. Точно 96 часов не увлажняет. Очень такой легкий гель. Больше, наверное, мне кажется, 15-ти летним девочкам такое подойдет. Но, как бы, лучше что-то, чем ничего. Я его закончу. Но такой покупать больше не буду. Еще из увлажняющих кремов я, кстати, недавно покупала вот такой вот от тоже Use to the People. И он просто окей. То есть я не могу сказать, что он мне прям сильно так понравился. Потому что он увлажняет, но недостаточно для ночи. Днем неплохо. Хотя это увлажняющий крем. То есть такой прям питательный. Там у них есть серия для жирной кожи. Такая прямо легкая, как гель. И есть вот эта вот серия такая для сухой кожи. Типа, что он типа увлажняет очень сильно. Но может быть она совсем для молодых. Там до 25 лет. Может быть. Но для меня увлажнения на ночь здесь недостаточно. Ну, Надя, я им пользуюсь. Ну и, конечно, чтобы прям хорошо прям пропитать свою кожу. Потому что, ну, какие-то средства мне недостаточно для питания. Я, ну, я имею в виду на ночь, да. То есть, например, нанести какой-то крем на ночь, чтобы прям он сильно напитал. Мне всегда крем помогает в этом плане. Поэтому я люблю маски разные. Я люблю использовать прям такие увлажняющие, очень хорошие маски. Или очищающие маски. В общем, какие-нибудь маски, которые, знаете, приведут кожу прям, знаете, в такой тонус. Чистая, она такая, знаете, напитанная. Есть у меня такая с гликолевой кислотой, которую я покупала на iHerb. Это больше такая, знаете, на очищение. Вот гликолевая кислота, знаете, очистить поры. И увлажняющие. У меня есть две маски на данный момент. У меня есть вот такая вот Эспа. Я ее увидела на ютюбе. Я, если честно, не могу сказать, что она мне как-то сильно нравится. Надо ее закончить уже поскорее. Потому что я не вижу сильного увлажнения от нее. В общем, у меня были большие надежды на эту маску. Я думала, что она, знаете, ну так напитает, что проснешься и просто не узнаешь свою кожу в лучшем смысле. Но на данный момент для меня самое лучшее, что я пробовала, это вот эта вот маска от Glam Glow. Она называется Thirsty Mud. То есть у них там много разных линий. И вот эта вот голубая, моя самая-самая любимая, она уже почти заканчивается. И это, наверное, седьмая баночка. То есть, да, да. Когда она мне заканчивается, я покупаю новую уже много-много лет. Потому что она мне очень-очень увлажняет хорошо кожу. Ее можно нанести на 30 минут снять, а можно на всю ночь нанести. А нет, кстати. То есть, когда я начала ей пользоваться, здесь на упаковке было написано то, что нанесите и носите сколько вам угодно. Пока вот вы хотите. Но я заметила, что вот эту последнюю, когда я купила, у нее изменилась инструкция. То есть здесь написано, что нужно носить ее на 10-20 минут. Ну и потом нужно просто снять лишнее количество, которое вот до сих пор еще не впиталось. И можно таким образом ложиться спать. Она на самом деле прекрасна. Она еще, кстати, очень хорошо пахнет. Что-то ванильное, в общем, с чем-то. Ну, в общем, одно удовольствие. Я попробовала большинство масок от Глэм Глоу, если не все. Особенно не рекомендую маску-пленку. Вы ее от себя не отдерете. Но в целом у них маски неплохие. Мне нравится их черная маска, которая направлена на подтягивание кожи. Но вот эффект, который дает вот эта маска, на мой взгляд, не дает ни одна из масок Глэм Глоу. Когда я начала пользоваться ею, я ее покупала за полную цену. По-моему, она стоит 59 долларов. То есть это не бюджетная маска. Но последние несколько лет, 2 или 3 года, я ее покупаю на скидке 50% или больше. Потому что она есть на скидках на больших в магазине. Вот этой уцененной косметики, в которую я вас сводила. Я оставлю это видео. Ну, Outlet. Вот. Там ее часто продают на большие скидки. Поэтому я ей там закупаюсь. Ну, вот. Ну, из каких-то домашних таких приборов я пользуюсь только одним. Вот таким вот Foreo Luna тоже где-то на скидках покупала. Очень-очень недорого. Он очень-очень хорошо очищает кожу. Он прямо вот, я не знаю, как это работает, если честно. Но он просто вибрирует. То есть я его мочу водой. И наношу, например, сюда какую-то пенку очищающую. И просто ввожу массажными движениями. Если вот так вот просто минуту поводить, вы утром проснетесь и почувствуете, что вы как будто бы сходили на чистку лица. Ну, или сделали какую-то хорошую очищающую маску. Ну, и, конечно, если говорить про косметический кабинет, то я в этом плане очень-очень мало чего могу вам посоветовать. Потому что я только делала чистку лица. Я ее делала в России, когда жила. Я ее делала много раз здесь. Но, в принципе, больше я ничего другого не делала. Я никогда не делала биоревитализацию или какие-то уколы красоты, ботекс. Я даже не знаю, в чем разница. Есть ли разница между всем этим? Вы сейчас скажете, блин, я еще смотрю ее видео. Но, знаете, если честно, я немножечко боюсь. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто это делает. Я просто всегда думаю, ничего себе, какие девчонки, ничего не боятся. Я просто хочу выглядеть либо как я сейчас, либо лучше. Но я боюсь, что что-то будет испорчено. И тогда уж лучше остаться таким, какой ты есть. Ну, как бы по мне так. Не знаю, в общем. Если вы пробовали какие-то косметические процедуры, связанные с очищением кожи, который я не упомянула, то обязательно поделитесь. Я всегда ищу что-то, что поможет мне держать мою кожу в чистоте. Потому что я ни за что, ни в каком кошмаре не хочу вернуться в то состояние кожи, которое у меня было. Когда чистая кожа, когда кожа светится здоровьем, то очень мало нужно макияжа на самом деле, для того, чтобы чувствовать себя, знаете, свежим, отдохнувшим и таким собранным. Также я много раз видела, что делают лазерную шлифовку, когда просто снимают слой кожи для того, чтобы обновить. Но тогда человек просто не может выходить на улицу в течение недели или больше, потому что, ну, лицо просто абсолютно все красное. Но такое я еще не решалась никогда. Вот, если вы решались, расскажите, болезненно ли это, скорее всего, да? Может, нет, кто знает. Вот. И как вы вообще относитесь, делаете ли уколы красоты, биоревитализацию, болезненно ли это, видите ли вы результат, как быстро результат вообще сходит, да? Для тех, кто не знает, это уколы, которые, ну, я тоже такая специалист, но, насколько я понимаю, уколы делаются с гиалуроновой кислотой, которая вообще призвана увлажнять кожу. И, соответственно, когда делаются уколы, ну, например, вот на зоне вокруг глаз, или вот этой вот мимической зоне, то напитывается кожа, ну, соответственно, уменьшаются морщинки, кожа выглядит более ровная, более такая молодая. Вот. На этом все. Надеюсь, что вы еще здесь, потому что, мне кажется, это, конечно же, немножечко такая тема, ну, не о косметике, но так как меня спрашивали, и мне кажется, что это очень-очень может быть полезно кому-то, мне захотелось поделиться этим. Вот. На этом буду прощаться. Надеюсь, то, что у вас просто отличное настроение, и мы с вами увидимся очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok